Двадцать лет на белом свете по учению Жил безбедно и при деле Плыл, куда глаза глядели по течению Да скрипит ли в повороте, да трещит в водовороте Я не слушаю То разуюсь, то обуюсь На себя в воде любую прагу кушаю И пока я наслаждался бал туманный Оказался в гиблом месте я И огромная старуха хохотнула прямо в ухо Злая бестия Я кричу, не слышу крика Не вижу от страха лыка Я вижу плохо я На ветру меня качает Кто здесь, слышу, отвечает Я нелегкая Брось креститься, причитай я Не спасет тебя света Святая Богородица Кто рули и веслы бросит Тех нелегкая заносит Так уж водится И с одышкой ожиреньем Ломит тварь по пням гореньям Тяжкой поступью Я подьмах ищу дорогу Но уж браку Понемногу Только поступью Вдруг навстречу мне Чивая Колченокая Крива Кривая Борда Хитрая Не горюй Кричит Полезный Кремы Коммой Нетрезвый Слезы Вытру я Свыл я душу Разрывая Выводи меня Крива Кривая Хитрая Приведи Мне плевать Что криво Бога Криворуга Криво Только Только Вывези В лес Накоркнись Перепугу Но кривая Шла по кругу Ноги Разные Падал я И полз на брюхи И хихикали Старухи Безобразные Не даширу Быть бы живым Много Горе над обрывом Об обрыве Зла Слышь кривая Четверть ставлю Кривизну Твою Исправлю Раз не вывезла И ты Нелегкая Маманя Хочешь истинным Стаканин На лечение Тяжело же Столько весить Охлебнешь Саканов десять Облегчение И припали Две старухи Капуты Две 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 Судьбы Мои Кривая Да Нелегкая Гребта Ума Помраченья Правил Против Летеченья Но Сревни Нули А Нелегкая С кривою А Тазаны К Перебою Там И Скинули Вчера вечером Провел трансляцию В конце попросил народ Написать мне сколько человек Ее смотрят Сообщили пять человек Сегодня Через десять часов После завершения трансляции Посмотрел Статистику Перископ Двести шесть Зрителей Прямого эфира И пять Зрителей Повтора Всего Две Двести одиннадцать человек Посмотрели Статистика десяти Значит Часовая После окончания трансляции И Что Можно Сказать Число Зрителей По сообщению Во время Прямого эфира Занижено В сорок раз Будете Будете вы смотреть Трансляцию У которой Всего пять Зрителей Маловероятно Кто Кто Мог Сфальсифицировать Статистику Во время Прямого эфира Ясно Кто БНД Простой хакер Этим заниматься Не будет Твиттер серьезный Сайт Его Взломать Большая проблема Очень дорогая По затратам времени И денег А сотруднику БНД Взламывать статистику Перископа Вообще не надо Он может Работать В Перископе Он может По решению Какого-нибудь Немецкого суда В отношении Владимира Брагинского Он может просто иметь доступ К Значит Настройкам Перископа И И взять И выставить Вот эту статистику В пять посетителей Представьте Интерес К вашим трансляциям Проявляют Тысячи Или даже Десятки тысяч человек А зритель будет Рассуждать Стоит ли Подключаться К трансляции Которая Заинтересовала Скажем Двух человек С другой стороны Если искать Трансляцию На карте Москвы То ее там Вообще нет Таким вот образом Ограничивает Германия Доступ К моим стримам Если К этому Добавить Ограничения Которыми Мешают Читать Мои статьи В голосе На других Моих сайтах Препятствуют Связи со мной По Обыкновенной Электронной Почте Теле Фоном Телеграме И так далее То Сможете Вообразить Сколько Налогоплательщиков Германии Оплачивают Ограничения Доступа К автору У которого Они могли бы Узнать Много интересного О своей стране Взяла Меркель Ох Уж этот Немецкий Рационализм Вот такие вот мысли Меня посетили После того Как я сравнил Данные Которые мне Сообщили Пять посетителей С тем Что показала Статистика Перископа 211 Всего В 40 раз Была Сфальсифицирована Статистика На карте Москвы Моей трансляции Не было Тщательно Очень проверил Сколько бы Такая Значит Информация Привела бы Еще Посетителей На мою трансляцию Я не знаю Но знаю одно Что Как С этой проблемой Бороться Неясно Совершенно Неясно Спецслужбы Спецслужбы С тобой С тобой Могут сделать Все что угодно Ты никак Не можешь Этому Противостоять Да Когда И в каком месте Нашел Ну Давай Говори Там же Ясно Откуда Шла Шла Трансляция Что За Молчание Его Можно Интерпретировать Только Так Что Это БНД Мне тут Сообщает Информацию Вот Недалеко От Павелецкого Ничего Похожего И близко Я транслировал Не оттуда Так что Так что Это вот Эта информация От БНД Это они Пытаются Как-то Отмазаться То что это Не их дело Это 100% БНДшная история Это Препятствие Доступа К моим Трансляциям К моим сайтам Я это на протяжении Двух десятилетий Уже прохожу И Ничего Нового Я сегодня Не узнал Когда Искал на карте Скажем Свою трансляцию Или Сравнивал Статистику В сорок раз Всего лишь Измененную А может быть Там и значительно Большее Количество Желающих Было Поприсутствовать На моей трансляции Не знаю И Могу Никогда И не узнать Сколько Сотрудников БНД работают В Твиттере В тех Или иных Подразделениях И что Они только Зарплату получают В Твиттере что ли Сколько Вообще Вот эта армия Германия имеет Самую огромную Армию Вот этих Фейковых Значит Зрителей Слушателей Которые Гадят В чужие Трансляции В чужие Посты В чужие Обсуждения Понимаешь Эта страна Совершенно Невообразимым Количеством Обладает Этих Патриотов Которые Наверняка За какое-то Вознаграждение Я сомневаюсь Что там Это самое Рациональные немцы Будут тебе за даром В такой гадости Участвовать Наверняка им что-то Приплачивают За то Чтобы они не давали смотреть Чужие Ну нет Нет Никакая не Серпуховская Нет Лишний раз мне Подтверждение того Что Сейчас мне Вот это пишут БНДшники Там никакие ошибки Ну может быть Конечно Но вероятность этого Очень маленькая Что Эта Ошибка Такая Произошла И это стандартная Ситуация При которой При которой С которой Я сталкиваюсь Постоянно Все Хватит Эту тему Мы закрываем Что там рядом Что там вблизи Потому что тут Обсуждать Совершенно Нечего А кто В голосе Кто в голосе Мне Не давал Публиковаться Кто в голосе Значит Не позволял Читать Мои Тексты Кто это был Пушкин Это тоже БНД Та же самая БНД Которая вот уже гоняется 20 лет за мной И не дает мне жить Вообще Буду Буду Вот все Такие Значит Публикации Все Такие Сведения Все Буду Выносить Твиттер Наверное меня Зак Депутат Или я собираюсь Нет Не собираюсь Если Есть нормальные Вопросы Пожалуйста Или людей с нормальными Вопросами вообще Уже отсеяли Да? Они уже просто не могут Попасть на эту трансляцию Или я напугал зрителей Скажут мы тут его смотрим Немцы тут его преследуют А потом мне визу шенгенскую не дадут Это мне надо? Вот поэтому Вам и пенсии Пенсионный Возраст Повышают Поэтому пенсии Такого Микроскопического Размера Потому что боимся Вот боимся Боимся Вот Сколько будем бояться Столько времени И будет Длиться Вот этот Маразм Российские Спецслужбы Будут Подрабатывать У немецких Спецслужб Мы будем говорить Про патриотизм Какие мы все патриоты А между прочим Если вернуться К философской стороне дела То вот Страх Боязни Можно преодолевать Именно Прежде всего Транслируя В Перископе Там в ютубе Где хотите И не игры Какие-то Значит А Свои мысли Своё отношение К чему-либо Вот Сначала Надо перестать Бояться После того Как Человек Перестает Бояться Он Сливает Из сознания Весь мусор Который Там у него Присутствует После того Как в голове Свобождается Место Для того Чтобы Для того Чтобы Можно было Вращать Какие-то мысли Человек Начинает Вращать Не просто так А с высоким уровнем Творческого Потенциала Вот Пока В башке Всякие Страхи Сидят До тех пор Человек Ничего Ну Вот Хамское Дед Ты кто? Кто я дед? А ты кто? Ты судя по всему Хам просто Мелкий Что ты Называешь Дедом Деревня Что ли? По фотографии Ты вообще Интеллигентный человек А по тексту Который написал Дурак Дурак Дураком Не знающим Элементарных Представлений О том Как общаться С взрослыми людьми Я Физик Не теоретик И не экспериментатор Но К физике отношения имею По своему Первому По своему По своему По своему Первому образованию Я учитель Физики И Вот Этого Дурачка в этот В бан Сейчас запустил По своему Первому образованию Так что У меня естественно Научная Составляющая Образования Имеется Это Достаточно Серьезная Значит Полученная В Московском Педагогическом Университете Образование Физическое Математическое Так что На вопрос Я надеюсь Ответил Насчет физика Отчество Ваше Как звучит Оно звучит Михайлович Владимир Михайлович Совестное Образование Совестное Ну Совесть Это то С чем я родился На белый свет Советское Может быть Ты хотел написать Образование Да Советское Диссертацию Кандидатскую Я писал Советские времена В Академии Педагогических Наук Так что Образование Мое советское Такое настоящее Образование Не то Которое Сейчас дается Во множестве Периферийных Вузов Башляй себе Понемножку И Двигайся К диплому А тогда Ничего похожего Не было Надо было Чтобы сдать экзамены И получить Пятерки-четверки Зачеты Надо было вкалывать И еще как Ладно Раз успехов Желаешь Я тебе дедулю Прощаю Потому что Назвать меня бабулей Было бы Вообще Совершенно неправильно Эй вы Гипсовые головы Из БНД Валите вы С моей трансляции Вам здесь Делать Совершенно нечего Идите Найдите себе Равных По уму И образованию И вот их Попытайтесь Покозлить Думаю что и там Вам пинков надают Виртуально Все Для меня это вопрос Жизни и смерти Если я Позволю задушить Своё Своё присутствие В прямом эфире Вот этим сволочам Все Мне конец А их тут немерено Тысячи Вот у меня сын На немецком языке В Германии На ютюбе Тогда еще Стримить нельзя было Но можно было Публиковать Меня изгнали Сначала Ту мысль закончу Но можно было Публиковать Видео У меня сейчас Есть этот Не этот Другой Другой Мой Собственный канал На ютюбе На котором Значит Часть Того периода Того периода Видео Имеется Значит Насчет Изгнали Это Надо понимать Что происходило Все в Германии Если там кого-то Изгоняют То только того Кто Только того Кто приложил огромное Количество усилий Для того чтобы Оттуда выехать Я много лет Боролся за то Чтобы свалить С этой Германии Но Преследование Которым Меня Мою семью Там подвергли Это можно считать Так сказать Изгнанием И Здесь очень легко Народ делится Те кто Считают Что Я Приложившись Столько усилий Для того чтобы Выехать из Германии Буду еще Значит Должен еще Выслушивать Какие-то Произгнания Изгнания Они меня боятся В этой Германии Как огня Они мне не дают Почему Не транслировать Не публиковать Ничего Почему Присоединился 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 Знаете о чем я мечтаю Когда Люди Которые будут слушать Мои трансляции Послушают еще Моих советов Насчет того что надо Значит Выходить С комментариями С комментариями Под своим именем Вот тогда наступит у меня Счастливая жизнь Если я хоть несколько человек Избавлю от страхов Объяснениями Доказательствами Вот Как то я Через одну Трансляцию Там речь зашла о контенте Как бы совершенно Там случайно Пошла об этом речь Контент Контент Какой должен быть контент Для того чтобы Значит можно было Там набирать Этими миллионами Или хотя бы сотнями Тысяч Просмотров И так как я С налета тогда Это просто взялся Сразу на эту тему Рассуждать То конечно Множество Множество аспектов Было просто упущено А вот например Если связать Привязать контент К страхам Вот Человек Который Чего-то Хоть что-то боится Он не способен К творчеству Человек не способный К творчеству Не способен Создавать Никакой Новый контент Который Привлечет Тысячи Посетителей Вот тебе пожалуйста Страхи И Творчество Не надо Бояться Быть Осмеленным Не надо Бояться Сказать глупость Не надо вообще Бояться И как только Этот человек Преодолевает У него сразу Открывается Чакра Открывается Третий Глаз И он Вдруг Замечает Что он Способен Создавать Новое Это самое главное Он Человек Становится Чуть-чуть Равен Богу Представляете Человек живет С таким ощущением Но с другой стороны Ведь человек Что это Тот же компьютер Голова Мозг Мышление Тот же самый Компьютер Если Вот В компьютере Какая-то там Резидентная программа Жрет Ресурсы Компьютера Память Скорострельность То Тот же компьютер Он Не то что там Это самое Не способен Ничего Внятного Выдать На экраны Его сразу Можно назвать Богем А Для того чтобы Для того чтобы Что-то такое Человек Мог создать Ему Нужно Чистое сознание Ему нужно Отсутствие Страхов Конечно Одними только Трансляциями Этого не достичь Но трансляциями Можно достичь Многого А вот если посмотреть На любую На любую Посмотреть Трансляцию Автор трансляции Он Вам представляется Значит Выступает С реальными Данными Фамилия Значит Кто он Что он Там Общие сведения А зрители Посмотрим Посмотрим Бах Никаких Реальных Данных Но я понимаю Хорошо Есть опасность Есть опасность Понимаешь Засветиться Засветиться Как то так Что повлияет На Твою На Твое Будущее Что за тобой Начнут спецслужбы Гоняться И начнут Тебя преследовать Ну Для того чтобы это Произошло Надо Надо Чтобы человек Человек из себя Представлял Серьезную Величину То есть Такого человека Такую личность Который может повести за собой народ Десятками Сотнями Тысяч Миллионами А если Человек сказал Двадцать Тридцать слов в экран И ясно Что он Нигде не был Ничего не видел Ничего не знает Ни на что не способен Так что ему бояться Я знаю Таким людям Надо вообще Под своими именами Регистрироваться И И себя Демонстрировать Вы Кто Я Ну что Я вот вообще Планировал Могу сейчас Пристегнуть к этой Демонстрации К этой Значит К этой Вот если кто Вот начнем Я родился в 1950 Моя мама Врач Врач Папа Офицер Советской Армии Они Умерли Царство Небесное Но Значит Я из семьи Вот Социальное мое Происхождение Офицер Советской Армии И врач Образование Я сначала Кончил Педагогический Институт Сейчас он Называется Московский Педагогический Университет Я не дед Мазай А ты Долбоеб Блять Если мне Значит сидишь И такие шутки Я говорю о серьезных вещах А ты Пытаешься перевести разговор В какую-то Плоскость Ты скорее всего БНДшный сотрудник Который гадит Пришел сюда На сайт За какие-то мелкие Вознаграждения Сомневаюсь Чтоб тебе за это Много платили Продолжаю Значит Вторая составляющая Моего образования Гуманитарная Я В Академии Педагогических наук Был в Агонинстуд Трудового обучения Профессиональной ориентации Я там В очной аспирантуре Учился три года Написал диссертацию И Получил степень Кандидата Педагогических наук То есть у меня Как бы На двух ногах Стоит Стоит Моё образование На естественно На научной ноге И на гуманитарной Это вообще Я считаю Мне очень много Дало Потому что Чистые гуманитарии Они Неполноценные Чистые технари Тоже неполноценные А я Стоя на этих Двух ногах Главных ногах Естественные науки И общественные науки Я сумел Заглянуть Колькуда Очень глубоко И сделать Серьёзные выводы И именно В первую очередь Благодаря Тому что я Так сказать Имею Двухстороннее Образование Гуманитарное Естественно Научное Гуманитарное По специальности Теория История Педагогики Это что-то близкое Психологии Философии Так Вот Ладно Я закончу Вот Значит Вот то что я начал Про образование Потому что Надо ещё сказать Что я годы жизни Провёл в библиотеках Я такой Книжный червь Особенно на Первоначальном этапе Ну Значит Я перечитал Тонны книг В библиотеках Германии Особенно России Ленинской Библиотеки Голландии И Это тоже Надо включить В моё образование В самообразование Но это ушли годы жизни Ну а кроме того Я ещё Я ещё И из практики Черпал Свои познания Жил В трёх странах И Посмотрел На эту жизнь На эту демократию Сформировал О ней своё представление И Это тоже мне Позволяет Правильные оценки Давать Происходящему Вокруг Ну вот На образовании Пока остановлюсь И Отвечу На вопрос Какой там был вопрос Внятный Про Про что Про встречу Да не Мы можем встретиться Но Я не встречаюсь С людьми У которых Нету реального имени Фамилии Которые Непонятно Где работают Что я буду встречаться С сотрудниками БНД Что ли для того Чтобы это что О чём с ними Можно говорить Ну Они могут Они могут Только какие-то Провокации организовать Которые потом Значит Выдавать За какую-то информацию Обо мне Я это Миллион раз Проходил Мы От людей У которых Есть заслуги Перед народом Замечательно От каких это Таких людей Кто эти люди Ну давай Начал Мы от людей Давай Назови этих людей Фамилии Или уж Хотя бы там Хоть какую-то информацию О том Что это за люди Ой-ой У деда завышенное В задницу Ну Ну Они твои друзья И всё Да Валера Полтавский Саша Питерский Серёжа Смоленский И так далее Вот я чувствую Здесь кто-то С Украины Хочет мне Какие-то вопросы Задать Честно говоря Мне бы не очень Хотелось На эту тему Говорить Потому что вообще Это Такая большая Трагедия Вот то что сейчас Происходит с Украиной И для украинцев И для русских И Страсти Кипят И Значит Я вообще Обожаю Вот моя Мама Тирская Казачка Бабушка Станица Александрийская Они оттуда Значит И Там Множество В языке Украинских Слов Множество Песен Украинских И Вот просто Как по живому Всё вот это Противостояние Война Когда только начиналось В четырнадцатом году Я как то Не понимал Чего всего Происходящего Так как сейчас А сейчас я вижу Что ничего нового Запад может Забодать Россию Только в одном единственном Случае Если Россия Будет во вражде С Украиной Что отсюда Элементарно Сделать выводы Кому это всё надо Что за аллергия Она меня напала Сейчас мы её Зальём ясинцуками Четвёртым номером Вообще Планировал только Сегодня Как бы Высказаться По поводу Фальсификации Статистики И всё И на этом Завершить Трансляцию Что-то какие-то Вопросы пошли Совместно Организовать Что? Что организовать И что за площадки? Молчание Ладно Ждём Пока Человек наберёт Продолжение Мысли Всё Интернет у него пропал Или страх его парализовал А вдруг А вдруг Ко мне завтра В БНД И вместе с ФСБ С пистолетами Ворвутся И сделают В меня много Выстрелов И буду я похож На репето А потом Мне ещё Контрольные выстрелы В голову Так думаешь, да? Стоит ли вообще Что-то высказываться По площадкам И тому подобным темам Ещё раз повторюсь Если от страхов Не уйти Не уйти Никакого Приличного Творческого Потенциала Наработать нельзя Вот Первый признак Вот я Занялся Творческими Задачами Я На предпоследнем Курсе института Вдруг Погрузился В тему Новизна и творчество Перечитал Гору книг Дореволюционных Там философов И психологов И это И в общем Этот интерес К новизне и творчеству С тех пор Во мне живёт Я написал Курсовую работу На эту тему Компьютеры Только тогда Это был Семьдесят четвёртый Семьдесят третий год Только появлялись Эти компьютеры Были размером Вообще с комнаты И Ну в тему я погрузился Капитально Не от неё Всё Она меня не отпускает Вот это сколько лет Прошло С семьдесят четвёртого Третьего По Две тысячи восемнадцатый И я всё смотрю на мир Через эту призму Там нахожу подтверждение Какой-то идеи Там вижу что-то такое Значит Что имеет отношение К воспитанию Я её формирую Я ещё как педагог на это На всё смотрю И Вижу Множество Множество То есть я Вообще Я Чем это я скажем Отличаюсь от множества других Блогеров Тем что я могу Взять команду Набрать Молодых ребят Молодых ребят Молодых ребят Которых Выведу На приличный уровень Творческих способностей Я надеюсь Что это Где-то осядет В головах Людей Которые понимают Что такое Новизна Знаешь И что новизна Только добывается В результате Создания чего-то нового Создание чего-то нового Это есть творчество Сверхприбыли Возможны только на Одном из двух путей Это Преступление И новизна Вот если мы посмотрим На вторую сторону То мы увидим Новый смартфон Новый автомобиль Новый процессор Новый Спектакль Новая книга Новое Новое Это Все то На чем базируется Сверхприбыль Ну не так Впрямую Потому что Мошенников тут огромное количество За новое Пытаются выдать Хорошо забытое Старое Ну не важно И хорошо забытое Старое Может быть тоже новым Для очень многих Вот Мне бы Вот что хотелось бы мне Десяток молодых людей Наделенных Интеллектом хорошим И Желающих Познать секреты творчества Вот как это самое Как там Что-то научиться Стримить Как научиться Какие-то готовые знания Поглотить А вот как научиться Создавать новое Вот я не думаю Что кто-то еще Есть в интернете Кто вам Возьмется В эту тему Провести вас По ней И Позволит Создать Создать Из вас Людей Способных Создавать новое Мне это нужно И как педагогу И вообще Я не против У меня есть несколько Проектов Один из них Просто гигантский Проект Миллиардный Может быть даже Сопоставимый С Фейсбуком Может быть И Проблема вся в том Что мне Это не дают Не опубликовать Не обсудить Не Та же самая Проблема с которой Я начал С стрим Понимаешь Владимир Бродинский Не должен быть Популярным Он очень много Знает о том Какие Преступления Совершаются В Германии И Его Не должны Слушать Ни блогеры Ни Не просто Пользователи Интернета Меня многократно Предупредили Что меня Могут убить Самыми Разными Способами Неделю Назад Меня Облили Ногу Кислотой Я Прекрасно Понимаю Кто это сделал И для чего Пугают Понимаешь И У меня Нет выбора Мне Предлагают Вообще Быть не тем Или Мы тебя убьем Вот Такая У меня Перспектива Я конечно Написал в прокуратуру Но Я очень сомневаюсь Что я получаю оттуда Вразумительный ответ Путин Приказал Всем немцев Хвалить И все И преодолеть это невозможно Ни одного плохого слова о немцах А то они нам Северный поток 2 обрушат Да они и так его обрушат Путин мало что знает о западном менталитете Вот в чем его беда Он хоть и жил в Германии Но никто его там не преследовал А чтобы сформировать Понимание Национального характера немца Чтобы понять на что способна Германия Чтобы понять на что способна До каких пределов распространяется Немецкий рационализм И что это такое Немецкий рационализм Конечно бы я сейчас не про Богов что-нибудь услышал А что-нибудь в развитии В развитии идеи Которые я здесь Значит вещаю Ну все же лучше Ну и что что ты работаешь Ну и что многие работают с немцами Что из того Для того чтобы можно было судить о немцах Надо чтобы они тебя чуток попреследовали Хотя бы Чтобы ты понял кто такие немцы На что они способны И как они действуют А работать рядом с немцами Понимаешь это Ни о чем еще не говорит Может ты очень хорошо на них вкалываешь А они довольны прибылью Которую ты им приносишь Ну и что Тебя за это будут преследовать? В принципе могут Еще большая прибыль Например нужна Бог един Бога вообще нет Я мать хоронил Вспоминал Бога Я говорю Мам встретимся на небесах Над гробом А больше я Бога вспоминаю Только когда мне нужно Какую-то мысль сформулировать Там Сотворение мира Начало мира Я могу Бога упомянуть Ну ни в какого такого Бога Который в церквях Проповедуется Любых я конечно не верю Это Это самое Ну знаешь научное мышление Вот я Я из науки Я на все смотрю С научной колокольни И поэтому Всякий разговор о Боге Какой-нибудь серьезный Со мной невозможен Мой отец сказал, что вы на Дальше Мой отец сказал, что вы на Ну что на Ну напиши еще раз Если не появляется, напиши тогда мне Ветра нет Ветра нет Волосы не мешают смотреть в экран И это замечательно Ну что Ну где, где Где Вторая часть от дна Так Ну что, показать что ли пейзажи Как выглядит Через сколько Через сколько Тут после начала Трансляции Ни черта Вот я не вижу Ни статистики Так и должно быть что ли, а? Так, вот три точки нашел О, три человек смотрят трансляцию И что, я могу в это поверить что ли? А? Вообще Полностью перекрыли Он уже два Свидения о трансляции Всего просмотров 99 Максимум было два И что, вот в эту хрень я могу поверить что ли? Вот и то, о чем я говорил Вот это самое Включилось Включилось ФСБ и БНД Там схватились за голову Он нам все стадо испортит Нельзя никому позволять его читать и смотреть У фсб мозгов не хватает Лев а может у них есть совесть у спецслужб не бывает не бывает совести это такая работа которая предполагает патриотизм за деньги за зарплату может у них мозгов достаточно вполне достаточно для того чтобы а у кого сколько сейчас показывает посетителей на сайте кто-нибудь мне напишет меня вот я сейчас говорил два посетителя и вот еще у этого 2 очень похоже что вот этот комментатор мне и я отрубил посетителей но и чё делать а вот так знай пусть ругать фсб и банды вообще ни одного не будет тебя смотреть а если и будут то никто об этом не узнает будут только смотреть наши наши это те которые имеют задание на преследование тебя самых разных формах чертю знает я не могу я не могу отказаться от того чтобы вот от меня требуют невозможного я не могу отказаться от свободы и за то чем я родился то что я пронес через всю свою жизнь как знамя и сейчас от меня требует от меня сейчас требует чтобы я перестал вещать я перестал немцев позорить они сами себя позорят я здесь вообще ни при чем они на меня наехали по всей своей этой самой я только отбиваюсь вот мол я дурак я не понимаю что воевать государством нельзя а чё делать ну вот чё делать ну что согласиться с тем вот взяли взяли меня в германии обвинили в том что я мошенник что я обманул немецкое государство в то время как мошенник это немецкое государство что эта сторона эта сторона совершает преступление значит и значит и при этом понимаешь если ты хочешь чтобы тебя прекратили преследовать ты должен взять вину на себя и значит согласиться с тем что ты мошенник только и всего понимаешь я должен согласиться с тем что я мошенник я столкнулся с десятками и сотнями мошенников самого разного пошива и разлива в германии и началось это вообще с москвы с россии с посольства там дипломаты с университетскими дипломами и дипломатическими паспортами занимаются такими мошенничествами такого масштаба ну человек приезжает в германию и оказывается оказывается что он мошенник он пересек немецкую границу и он обманул наивный немецкий народ наивный немецкий народ вместе со своими дипломатами думал что кандидаты наук в москве живут под заборами на вокзалах о наивность немецкая вот она немецкий рационализм а потом попробую ехать из этой германии я 15 лет оттуда пытался выезжать а теперь он слышу бндшник мне пишет тебя изгнали из германии это я из себя изгнал германию потому что эта сторона страна где правят мошенники и воры за такие мошенники и воры какие в россии даже и представить себя трудно и называется это же немецкий рационализм я вам написал накропал книжку называется нацизм причем здесь тестикулы гитлера там вот вещь идет о рационализме о немецком рационализме не знаю кто из вас там читал немецкие учебники школьные о том как гитлер пришел к власти я читал тот знает что в них написано что гитлер обманул наивный немецкий народ сам народ здесь ни при чем что гитлер пришел к власти потому что была инфляцияLS и безработицы как будто ни в каких других странах больше ни инфляции ни безработицы не было однако там гитлер к власти не пришли гитлер пришел к власти не только по причине инфляции и безработицы к его причине национального характера немцев за которых ограбить другого – это обыкновенный рационализм. Обворовать ближнего – это рационально. И этим занимаются государства, вот это мошенников объединило, этим занимается государство. Оно ворует в пользу своих граждан. Граждане ему за это благодарны. Вот я взялся на кропать в книжке, маленькая там брошюрка, несколько мыслей на эту тему, только ли, только ли инфляция и безработица, а еще есть одна версия, что дело в яйцах Гитлера, являются причиной прихода Гитлера к власти. Я там обосновываю, что не только, еще там немецкий рационализм присутствует. Ограбить евреев, потом их поубивать. Превратить русских и украинцев в рабов, пусть пашут на немцев. Вот это все, это все причины прихода Гитлера к власти. Это все он им обещал, восточные территории, поход на восток. Это все он в 1925 году еще сформулировал. Еще когда ему до власти было почти 10 лет. Больше 10. В 1933 он пришел к власти. Ну да, меньше, но почти 10 лет. Я там был просто летом у, у, и все. Он пускай автор трансляции разгадывает, что я хотел сказать. Где я был летом у. Ну, просто это обыкновенные приемы БНДшные для того, чтобы сбить автора смысла. Он тут рассказывает, какая воровская страна Германия. Что Россия до воровства немецкого еще как до луны. Что там государство ворует для своих граждан. Конечно, это самое. В России пока воруют каждый свой карман. Государство ни хрена не защищает, не ворует для своих граждан. Очень благородные русские в России. У них есть совесть. И они крадут только для себя. А у немцев совести нет. Они крадут. Так воровать государством это насколько, насколько более серьезная вещь. И ты что, что там может украсть в одиночку человек. А когда государство ворует и ему перепадают какие-то крохи, то это совсем другое дело. Вот так устроена в Германии власть, жизнь. Так на этом держится немецкий менталитет. Ну, ясно, почему там у меня два зрителя. Кто не дает меня смотреть и слушать. Может, статистика появится какая-нибудь другая после просмотра. Всех я, конечно, функций перископа не изучил. И думаю, что это достаточно небыстрая история. Много вообще непонятного происходит. Почему в одном случае комментарии, значит, демонстрируются, а в другом нет. Как это понимать? Я тут ночью вещал минут пять. Потом какой-то хам мне взял и нагадил там коротеньким комментарием. Я его тут же в бан. Значит, потом просмотрел трансляцию. Это самое. Никакого этого дяди больше нет. Комментария нет. И через день посмотрел, комментарий опять появился. Ещё через день посмотрел, комментарий опять нет. Кто это всё регулирует? Пушкин, что ли? Ясно, что это БНД там запуталось. Кому можно показывать комментарии? Кому нельзя? Кому стоит? Кому не стоит? Все случайные посетители должны какие-то гадости обо мне читать. А все, кто хотели бы вообще-то познакомиться с тем, что этот дядя несёт в интернет, они не должны этого читать. Ну, какие ещё объяснения? Что это за непериодическое, какая-то неподдающаяся... Я никаких настроек не делал. Не периодическое, неисправное. То показывает длинной комментарий, то не показывает. Ну и что за этим? Ясно, что за этим БНД. Так, это мелочь такой. Комариный укус. А что, если сейчас хотят сотни людей поприсутствовать на этой трансляции, а им не дают? Это уже не комариный укус. Это уже преступление. Знаешь? Ограничение свободы слова – это преступление. Ну, ладно. Не буду нагружать мозги ФСБ и БНД. Пускай подумают, надо ли меня убивать, не надо, стоит ли. Предупреждаю, что в случае моей смерти, в случае моей смерти, куда надо, поступят сообщения с обвинениями. Они уже там давно туда поступили, но ещё дополнительно поступят сообщения в духе там это. В случае моей смерти прошу винить БНД и преступную страну Германию, которая плюёт на международное право, на свои собственные законы, считая, что рациональное поведение – это и есть законы. Рациональные немцы могут себя вести как угодно, преследовать кого угодно, в каких угодно формах. Потому что они немцы. А все остальные – это недочеловеки. Говорят, нацизма в Германии нет. А что тогда вот происходит сейчас со мной, скажем? Тот самый нацизм, которого нет. Я уверен, что вот это преследование, оно началось там 20 лет назад, когда меня взялись обвинять. И я стал отбиваться, оно организовано, оно организовано нацистами в Германии, понимаешь? Скорее всего, аристократ какой-нибудь, занимающий высокую должность, возможно, очень высокую, в государственных структурах всем этим командует. Преследование ребёнка. Вы – сволочи! Не дали человеку ни школу закончить даже. Гигантская страна преследует ребёнка. Кто вы после этого? Благородные немцы. Благородных немцев не бывает. Бывают немцы только рациональные. 18 лет жизни в Германии я в этом так убедился, что нет такой силы, которая бы меня могла убедить в обратном. Нет таких аргументов. Государство преследует ребёнка. Жить ему не даёт. Такими силами, как БНД. Ещё российская власть ему в этом подыгрывает. Втянули в дерьмо ещё и российские структуры. Прокуратуры, суды. Сейчас в говне сидит и российская власть. О, сколько у них теперь эта самая сила. Они теперь совместными усилиями будут душить нас с сыном. Государство – это такая сила. Ну, обосрались, ну, залезли в дерьмо по самые уши. Что, государство не может решить эти проблемы каким-то разумным путём? Отобрали у ребёнка квартиры. В школе не дали закончить. Благородные немцы. Убогие немцы. Я, собственно говоря, могу, во-первых, вообще рассказать всё вот так сидю на лавочке. Можем, наверное, какой-нибудь организовать. Значит, ещё чат, где я бы вас видел. Если совсем этого будет мало, можем и встретиться. Живое общение, оно значительно более глубокое. Но мне нужно с кем я встречаюсь. Кто со мной хочет и что обсуждать. А очередное предложение встретиться, из которого не следует, с кем я буду. Пишите мне в личку, всё равно до меня не дойдёт. У меня там есть вот на сайте Брагинский.Инфо, у меня есть на сайте там, значит, разные способы связи со мной. Не по одному из них вы со мной связаться не сможете. И поэтому, поэтому я не знаю, как мы с вами будем договариваться о встрече. В том случае, если нам есть что обсуждать. Встретить со мной хотели бы многие. Если бы меня не преследовали, не душили, то я бы за встречи, за консультации свои брал бы деньги. Кто хочет со мной поговорить, пускай платит. Я очень много знаю. И эта информация очень ценная. Я могу формировать мировоззрение. Понимаете, вот самые ценные знания, которые есть в мире в этом, это мировоззренческие знания о том, как устроен этот мир. И вот этих знаний большинству людей не хватает. Потому что эти знания можно приобрести только в борьбе, только ценой больших утрат. И это знания стоящие дорого. Поэтому я вот так их просто так, просто так раздавать не буду. Я, вот мне есть интерес, так сказать, набрать молодежь в команду, которая бы вместе со мной продвигала бы, значит, проекты, которые, я считаю, просто нужны человечеству. Которые могут вообще участникам этих проектов принести огромные бабки. Пожалуйста, загляните, если вам дадут зайти на сайт lingva.word, lingva.word. Там, значит, в общих чертах, в общих чертах, без подробностей педагогических, значит, описана идея, в которой обосновывается, что, значит, такого рода социальная сеть, она очень нужна всему человечеству. Не какому-то там дяде или какой-то компании, а всему человечеству. И это знание стоит очень дорого. Конечно, мне бы надо было бы как-то это с какими-то олигархами, людьми, с деньгами, значит, чтобы я мог им это рассказать, показать. Но, спецслужбы постараются, чтобы такой встречи не произошло. Они панически боятся, что я выйду из-под контроля, что у меня появятся деньги. И для них была катастрофа, по их мнению. Как же мне набрать реальных людей? У меня на сайте брагинский.ком есть страничка, есть страничка, в которой, которую я назвал, если бы президентом был я, по-моему, так она называется, может, я уже и забыл, но я там провожу идею, что надо сделать вообще два интернета. Да. Один интернет совершенно недостаточно. Значит, должно быть два интернета. Один, в котором можно зарегистрироваться только с паспортными данными, с отпечатками пальцев, с радужкой и, значит, только по этим данным в него заходить. И другой интернет, тот, который есть сейчас. Собственно, второй интернет создавать не надо. Нужен только лишь второй интернет, в котором будут реальные люди общаться между собой. Вот это была бы революция. Вот это была бы революция. Представляете, да? Каждый отвечает за свои слова. Ну, я боюсь, что ничего из такого интернета не выйдет. Боязливое человечество, оно в такой интернет в основной своей массе не пойдет. Каждый хочет наги другого. А в таком интернете это сделать невозможно. Но есть множество людей, которые не хотят наги ближнего. Почему бы им не создать свой собственный интернет, в котором, понимаешь, вот сейчас в интернет заходишь, и там это самое, всюду плавают фекалии. Да, искупаться негде. Того и гляди, какая-нибудь какашка на голове повиснет. Вот что такое сегодняшний интернет? Их должно быть два. Должен быть интернет чистенький, водоем, в котором можно искупаться, в котором плавают люди. Да? Ну, ладно, дедуль, я тебя прощаю за интересную информацию. Вот расскажи мне, где это есть и как это выглядит. Там, где люди общаются под своими именами, никуда не могут зайти, никуда не могут зайти. Те, кто любят в состоянии и гадят другим, значит, в их сообщения, в их посты, в их стримы. Ну, давай, назови. Да не дедуль я тебе. Какой же я тебе дедуль? Мне 68 лет. Я еще очень даже молоденький. А мне 20. Ну и что? Хочешь со мной пободаться? Не боишься, что я тебя заводаю? Меня целое государство боится. Всячески меня тормозит. Я по профессии просветитель. Просвещаю неразумных молодых людей. Хочу из них сделать, сбить команду людей, способных решать серьезные творческие задачи. А мне в этом препятствуют. Очень серьезные организации. Жить буквально не дают. Я как бы еще раз к ним обращаюсь. Я совершенно вменяемый человек. У меня вообще есть сын неустроенный. И я готов вообще пойти на компромисс достаточно жестокий. Вообще, значит... Ну и что уже? Борис РМ внести в черный список, вношу. А он все равно торчит на этом. Вот, пожалуйста, вот тебе очередное доказательство, что Борис РМ, он, так сказать, БНДшник. Или работает. Внести в черный список. Ничего не исчезает. Вот так вот. Может быть, к предыдущему нужно кликнуть? Кто по профессии? Внести в черный список. Ну, пожалуйста. Вот тебе очередное доказательство того, что не дают вести стрим, понимаешь? Не дают стримить. Наверное, можно этих козлов поздравить с тем, что они добились своей цели. И на этом остановить трансляцию. Но еще раз попробую его в задницу внести в черный список. Ни черта. Посмотреть профиль. Где здесь это он? Какие он трансляции сделал? Где какие свидетельства того, что он реальный человек? В общем, очередная фейковая фигура. Вот написано, удалить из черного списка, стало быть. Он уже у меня внесен в черный список. И можно больше не суетиться. Но почему он с экрана не исчезает тогда? Привет, кукла! Это я тебе в ответ на привет, дедуль. Сергей Смирнов. И девушка на рисунке. Все понятно. Все внести в черный список. Нам тут людей, не определившихся к сексуальной ориентации, тоже не надо. Надо людей, которые этот вопрос уже для себя решили. Ну что, пидорога, страшно стало, что я еще наговорю здесь много чего тебе из того, что тебе не понравится? А? Требуешь, чтобы я остановил трансляцию? Вот я сейчас еще подумаю. Сейчас вот я перекину камеру на другую. О! И... О! Тут можно, оказывается, прокручивать, прокручивать эту. Надо знакомиться, конечно, его признаю, признаю. Надо прокручивать. Вон два человека смотрят. Ну, два человека в прямом эфире смотрят. Сведения о трансляции. Всего просмотров 99. Столько же было их полчаса-час назад. Два максимальных человека одновременно смотрели. Смотрели эту трансляцию. Все, пипец. Опять меня перекрыли. Ну, посмотрим. Остановим трансляцию. И посмотрим, что именно записалось. Трансляцию. Да. А... А... Продолжение следует...